так так связь есть так всем привет значит вижу народ подключается онлайн хочу сказать несколько очень важных вещей без микрофона хочу проверить звук как идет, забывай по приставкам так салут салут с темас приятень так ну что ребят так как рабочее время чтобы не задерживать долго вашего внимания значит хочу поприветствовать всех тех кто находится сейчас онлайн спасибо за репосты без вас так хочу сказать несколько принципиально очень важных вещей что-то со вчерашнего вечера очень много событий у нас происходит в стране значит вчера вечером в онлайне я говорил о двух вещах это о том что в ближайшие дни выйдет выйдет значит гончаренко который ну как бы д юра он полу акционер авиа инвеста и как бы заявит о том что он будет продавать свою долю в компании авиа инвест связанную с тем что один водолей попросил у него пятьдесят миллионов долларов все таки я уточнил да потому что вчера не было понятно речь шла о долларах или евро значит я уточнил вчера написал сашик значит признаю это значит один водолей попросил у него пятьдесят миллионов долларов чтобы закрыть тему аэропорта положитель значит так как он не в состоянии сам принимать это решение об этом поговорим позже и так как на него было до этого оказано очень серьезное давление в москве для того чтобы он там договорился с дадоном нашел общий язык точно в москве никто как бы не давал никто никаких рекомендаций на тему там кому там что принести поэтому когда значит молдавский водолей попросил пятьдесят миллионов долларов значит он не смог принять это решение об этом поговорим чуть позже почему не смог значит и как бы вынужден отказаться от от этих акций методом их продажи значит вчера я об этом сказал значит сегодня многие СМИ растиражировали официальное заявление Гончаренко значит вот оно у меня есть оно есть в фейсбуке значит значит нет стоп сначала другое значит официальное заявление Гончаренко это висит на сайте аэропорта Кишнева в декабре 2019 года мне поступило предложение статься акционером концессионера Кишневского аэропорта который я принял чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива однако в свете планов властей создать общенациональную компанию аэропорта Молдовы такие намерения утратили актуальность то есть оказывается он решил продать акции потому что из-за того что власти решили создать общенациональную компанию аэропорта Молдовы до момента осуществления продажи доли будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями и народом республики Молдовы готовы инвестировать средства в другие перспективные проекты значит чуть позже господин Гончаренко час назад значит публикует еще одно заявление вы можете его найти в фейсбуке на странице аэропорта Кишнева на сайте аэропорта Кишнева официальное заявление господина Гончаренко вечером 18 февраля Ринат Усатый выступил с клеветческими заявлениями по теме Кишневского аэропорта в том числе оскорбил меня лично прошу власти Молдовы принять необходимые меры для пресечения преступных действий Рината Усатого нанесших ущерб моей репутации оф короче значит понятно что Гончаренко делает то что ему дикует то и кто из-за рубежа самое главное как бы ему Додон нервничает и Додон нервничает и Водолей нервничает как бы на тему того что вот все таки всплыла информация там про 50 миллионов долларов значит и говорят что делать Гончаренко то есть он пишет то что ему сегодня говорит Додон и то что говорят за пределами Молдовы но значит так как я со вчерашнего вечера уже мониторил эту ситуацию чтобы вы знали что заявление которое сделал Гончаренко сегодня утром о том что он продает акции в компании авиаинвест из-за того что оказывается молдавские власти создают госпредприятие аэропорта Молдовы является ложью и есть этому доказательство значит на сайте аэропорта Кишинева ночью было совсем другое заявление значит первая часть смотрите она абсолютно идентична тому что они опубликовали сегодня утром что в декабре 19 года ему поступило предложение стать концессионером значит но дальше смотрите то что они ночью опубликовали удалили но к сожалению появившиеся в СМИ публикации в том числе отражающую позицию властей страны свидетельствуют о негативном отношении к такой возможности с учетом этого вынуждены отказаться от первоначальных намерений продать свою концессионер товарищи гончарин мы не знакомы но я знаю очень много уважаемых людей в москве и уважаемых и неуважаемых тоже значит поэтому то что я сказал правду и там там водолея занервничал там вы занервничали и так далее это ваша проблема если вы говорите про заявление правоохранителей органов на тему того чтобы они просили власти Молдовы принять необходимые меры для пресечения преступных действий Рената Усатова то тогда вам скажу что в прокуратуру скорее всего пойду я у меня сейчас командировка значит ближайшие несколько дней но я вам скажу что если молдавские правоохранители органы серьезно займутся вами в республике Молдова то будут то и будет что вам предъявить я не трогаю ваши личные разборы с Плохотнюком то что Плохотнюк кинул тебя там на господин Гончаренко кинул тебя на 20 миллионов долларов и не дает это ваши проблемы вы разбираетесь меня интересует чтобы эти деньги вместе с остальными которые украли украл Плохотнюк попали в молдавский бюджет и вернулись гражданам Молдовы сегодня то что вы являлись номиналом фотокарточкой как будто олигарх владелец Кишневского аэропорта так же как и были некоторые другие для вас это тоже правда потому что таким же концессионером вы были всех молдавских автовокзалов которые в свое время значит забрал шор рядышком оказались вы потом вы это отдали третьим людям значит сегодня если молдавские правоохранительные органы серьезно займутся а меня не интересует будет им разрешать это делать Водолей или нет ну тогда я займусь этим и буду сотрудничать с молдавскими правоохранительными органами и буду требовать сегодня как гражданин молдовы не как мэр города не как председатель партии а как гражданин молдовы что вас привлекли к ответственности за то что вы являетесь номиналом просто были номиналы алкоголики в некоторых компаниях которые участвовали в краже миллиарда да где и жителей Донецка Донбасса и Луганска туда вплели и не только а есть дорогие номиналы типа вас которые там за энную сумму денег решили стать акционером в той или иной компании чтобы показать что это не кто-то а на самом деле вы поэтому не надо быть таким умным и делать меня идиотом и всех граждан молдовы значит моя позиция по аэропорту всегда была в том что значит его незаконно отдали значит сам Кетрару помню в парламенте выступал говорил о том что значит там были он строился за деньги которые украли из молдавских банков и не только поэтому пожалуйста вы можете лечить кого угодно и те кто вас прессовал там по просьбе в Адалея в Москве и те кто вас тут разводил по поручению дано на месте но не надо дурить меня и все граждан страны и вот эти али инвесторы которые в Молдавии якобы приходят в страну с хорошими намерениями вы понимаете что он пишет он пишет что значит готовы инвестировать средства и в другие перспективные проекты Молдовы какие перспективные проекты вы до сих пор инвестировали то что ваш самолет частный постоянно по маршруту Лондон Кишинев очень часто был припаркован в Кишиневском аэропорту и вы не вылезали из офиса Плохотнюка в этом заключались ваши инвестиции или то что Плохотнюк вам не отдал какие-то десятки миллионов долларов и просто вас кинул то это ваши проблемы меня задача моя задача что ваша это двадцатка значит и за что должен Плохотнюк меня интересует не интересует то чтобы эти деньги вернулись в бюджет страны вместе с остальные которые в том числе при ваших каких-то комбинах здесь тырли поэтому никакие там ваши товарищи кто-то считает что кому-то там одним там могут закрыть рот вторых сделать ручными это может это может быть в отношении кого угодно но только не меня а то понимаете вот как сегодня как с выходом шести демократов значит когда я выходил и говорил о том что Никифорчук по заданию Додона значит ходил там покупал депутатов раздавал деньги значит работал на разрыв фракции демократов для того чтобы у Додона было стабильно большинство все вышли нет о чем говорит усатый и Филипп и Никифорчук по моему даже суд подавал вот вышел сегодня Канду и как бы говорит что есть группа Никифорчука одних запугали вторым предложили еще то есть вы все потом в этом признаетесь и Гончаренко рано или поздно признается что Водолей просил 50 миллионов долларов так же как в самом начале я помню спросили Филата про то что вот правда что кто-то приходил от Плоходюка с видео там ну ну юнурчущий ворбешт и так далее сейчас там у Козера признался вы все признаетесь просто пока вы держите друг за друга для того чтобы что-то в этой стране стырить либо в прямом смысле слова ограбить молдавский народ вы там такие все молчуные все там все отказывать я так проходил таких олигархов я проходил еще когда помню Горбунцов в 2010 там или в 2011 году когда вышел 10-20 миллионов долларов отмывает сутки через универсал банки и другие банки крадет деньги физических лиц вышли тогда все и банка национала Драгуцана и Чиня нет вы что у нас нет информации потом возбудили ему дела потом там что-то там не поделили взяли даже пытались его хлопнуть и все знают кто это все уже знают кто это делал поэтому знаете вот такие все целочки оказывается инвесторы оказывается хотят что-то делать в стране да вы подставные лица и лично я сейчас говорю про того же Гончаренко поэтому не надо исполнять то что до юра на бумаге кто-то владелец это не обозначает то что кто-то является тот же владелец который фигурирует в документах но это тема но это тема это тема другого лайма поэтому сегодня очень важно почему я там написал про страх Додона естественно и Додон испугался и Водолей испугался это ну потому что ну сейчас придется возвращать аэропорт стране да значит и у Додона сейчас выход один только сегодня для того чтобы отмыться от этой истории это вернуть аэропорт стране потому что полтинник не получилось получить Водолея поэтому Додона сегодня он как бы будет пытаться это имитировать послушайте значит хотели бы давно вернули на основании декларацию которую они приняли в парламенте что Молдова является захваченным государством и все работали на плохотнюка пилили строчили уголовные дела уничтожали людей бизнес и так далее вот поэтому страх Додона двойной за аэропорт один а второй страх Додона это то что сегодня ушло шесть а когда если количество вышедших из фракции ДПМ депутатов будет число 16 тогда демократы САКУМ вместе с тем же ШОРом значит что они сделают они свалят и правительство КИКУ и объявят досрочные выборы социалисты на этих выборах проваливаются покажут провальные результаты выборы реально провести в мае и тогда значит Додон получит не дулю то есть в ноябре восьмого он бы получил выборы дулю на выборах но на досрочных парламентах он получит две дули или даже четыре понимаете поэтому у него сегодня страх что вот я смотрел заявление Филиппа что нет это не коалиция я говорил что они деребанят министерство деребанят должности по стране госсекретарей и так далее все выходили нет вы что я не такая я жду трамвая я цел ко Филиппе и так далее послушайте нету в стране дебилов по крайней мере если они в каком-то небольшом количестве есть то есть абсолютно вменяемые люди которые должны объяснить этим людям что вся вот эта пропаганда которая идет с утра до ночи на ключевых телеканалах страны это чисто ложь и провокация пока мы не посадим чертовой матери вот все вот эти рожи которые вы видите в парламенте причем правый левый и так далее пока они не сядут значит вот эта дуриловка будет продолжаться в Молдове еще следующие 30 лет давайте мы сегодня я вчера говорил с темас приедем хадец с анонимой ли мы пермитимся не фака проще эмпреуна фачимум фронт коммун ешим кумус и ес и оккупатру чинь пунктем программу тести калошила пушкарей пентру корупсии дела дозы из Дианин Сус Владимир Николаевич Воронин кое-что вижу даже говорил про смертную казнь значит послушайте сегодня они даже не боятся воровать сегодня законодательство в республике Молдова подогнали таким образом что даже тот из ихних людей кто попался на воронстве чтобы мог отделаться штраф вот так мы сегодня и живем а они значит могут считать нас кем угодно но мы знаем кто такие они и они я говорил что я посвящу всю свою жизнь тому что буду людям объяснять правду я буду информировать людей и встану во главе людей если в этом будет необходимость если этого потребуют граждане страны для того чтобы снести к чертовой матери всю эту быдлятину понимаете которые выходят просто пишут тексты одному второму третьему четвертым посмотрите посмотрите тексты посмотрите тексты которые появляются в фейсбуке оставим эту тему я сейчас ее подготовлю еще там не надо кое-что собрать уроды блин тут еще гончаренко выходит офф молдавский инвестор ладно я вас обнимаю я вас обнимаю погнал работать плюс надо готовиться в командировку все я вас обнимаю на связи пока а ты товарищ гончаренко думай а на тему автовокзала в аэропорт и так далее я сейчас серьезно займусь этим просто времени на все не хватает ребят я вас обнимаю делайте пожалуйста репосты те кто сейчас онлайн и я уверен что у нас все с вами повысится мы построим правильное правовое государство не полицейское не бандитское и не и не государство которое строилось на каких-то комбинах и откатах последние 30 лет я вас обнимаю всем хорошего дня в Айвебеск межимдаронайте пока